Вообще-то давняя традиция окунаться в воду. Подумать надо о том, чего он говорит. 18 января ночь. Буквально через где-то часа два, да, через два часа мы совершим обряд омовения. Поэтому мы сейчас поедем в Лисинуру. Дорога сегодня метель. Обещают, что это рекордная там за чуть ли не 10 лет метель по снегу. Выбор авто. У нас есть несколько вариантов, на чем поехать. Есть Lexus LS Mark Levinson Luxury VIP ID Long Edition 460. В родном покрасе Long. Есть у нас Mercedes GLS. Эти обе машины, они на липучке. Сразу отметаем этот вариант. Есть Porsche, которая у нас на шипах. Но разноширокая резина, зима, это всегда кал. И плюс она еще легкая. За счет разноширокой все равно дальше полная резина клеит. Чего не говорить. Мы с братом гоняли на экспетам, на родину. И я чувствовал на голове, что это. Поэтому у нас остается один единственный верный вариант. Это трик, с которому похеру колея. Которому похеру вот эти переметы. Потому что вот он едет. Даже большой перемет по середине дороги. Просто перестраиваешься, он перестраивается. Поэтому мы грузимся сейчас с него, покуемся. И просто едем спокойно туда. Потому что ехать туда 80... Нет, 90 километров. Сейчас по скаду поедем. Как сейчас ты это делаешь? Каждый год получается? Как делать? Тот год я пропустил, потому что я очень плохо себя чувствовал. 14, наверное. Не помню. Как с батей как-то раз поехал это. Ребята, у нас есть твич. Ну, это камера, да? У нас есть теперь твич. Мы будем стримить отсюда. С этой комнаты. Буду звать гостей. Буду делать коллабы, они называются, да? Клаборации. Твич-абы. Да, на всякие разные интересные темы. Так что внизу будет ссылочка. На твич залетайте. По дому больше нечего рассказывать. Я знаю, что у нас 2 или 3 выпуска с дома выходил. Я показывал. Ну, вот. У нас только вот это. То, что есть. Финальный вариант моего зала. Вы все его, думаю, уже видели. Так он выглядит. Так еще здесь немножко свет встанет. Все. Колонки. Мне, кстати, сделали крутые кастомные колонки. Была гидродинамика. И ребята сами. Лобает просто пипец. Поэтому я продал свой комплект Bowers & Wilkins. Они хуже были? Это шляпа редкостная. Просто. Вот у меня Bowers & Wilkins стоял здесь. У меня, причем, достаточно большой бюджет на них был. Я очень постепенно собирал что-то в бартер, что-то в это. Ребят, никогда не берите Bowers, мать его, Wilkins. Это просто кал, который постоянно отлетает. Из-за того, что беспроводная система, она постоянно отлетает. Этот FlexBar, FlexFront, Man, Wedge, а, Wedge не туда не подходит. Гигантская переплата за какую-то херню. Может быть, в рамку... Вот он, честно, когда он работал, он очень хорошо играл. Он прям достаточно прикольно играл. Чисто. Да, было погружение. Да, кайфовал с чистоты. Но, сука, я пять раз ремонтировал этот FlexBar. Пять раз, мать его, я ремонтировал FlexBar. У меня он сейчас стоит еще один под ремонт. Что еще из-за новостей, мужики? У нас что, экипировка скоро будет? Ну, это я уже показывал, даже в сторис показывал. Клавиатуру разломал на психах, блядь. Серьезно? Да, а я вообще... Ну, мы у нас с братом, это что-то семейная черта. Ломаем на весуху, когда не получается выигрывать. Поэтому я перестал выигрывать. Но на стримах будем сейчас, ладно. Закуплю себе партию клавиатур. Я там играю, блядь, аниме смотрю. Почему я не могу аниме со своими друзьями, подписчиками посмотреть? И обсуждать это еще, комментировать. По сетке с кем-то врубануться. Я тут, я же то же самое делаю, только как бы это не в одну каску я буду делать. О, у нас еще маленький котик. Завтра отдаем. А жил на веранде, видимо, у кошки, которая предыдущие четыре кота был помет. Скорее всего, троих она не либо умерли, або она их съела. Да, коты так делают. Вот этот остался. Очень красивый, прикольный, смешной. И мы его отдаем. Смотри, какой-то шерсть сантиметров пять. Смотри, реально. Самый лучший из всех, что были котяек. Самый ласковый. Голубоглазый. А? Здоровый, сука, стал. Я это ему еще только-только... Ну, сейчас будет шесть месяцев, уже полгода. Я знаю, я вижу тебе нехватка. Нехватка котов в организме. Он большой уже. Он вырос из высокого. В два раза больше. Ну, сейчас как кот. Вот как обычный стандартный кот. И он и весит примерно как стандартный кот. Он весит 3 800 сейчас. Из-за того, что избыток внимания, все гости приходят, все тискают. У него редкая болезнь развилась. Он ел. Есть такая болезнь? Потому что ты пропитая себя, понимаешь. Кто взял с собой правильную обувь? Это я. Сопля. Что такое подумал? Возьму высокие уги. Блин, опять высокие уги намочу их. Потом надо будет их чистить. А Катя опять не заказала водоотталкивающее средство. Я ее просил два раза. Вот. И поэтому я их не взял. И почему-то у меня в память отложилось, что тут идти прям шаг. А тут оказалось идти... Идти. Как погода на улице. Райская. Ну, реально. А ты принципиально презираешь куртки, Влад? Нет. А ты что же в кофте? В какой я кофте? У меня худи. У меня майка. И у меня, видишь, шерсть искусственной овцы куртейка. У меня шапка вязаная и два капюшона есть. А у тебя? Да так же практически. У меня панк-киллер футболка под низом. Она меня греет. Она греет, да. Это как бы она такая. Термолегурируемая. А погода сейчас сколько? Сколько минус? Да не больше трех, я думаю. А вспомни свой самый холодный искуп. Самый холодный искуп, самый теплый. В мороз вода теплая. Расскажите про крещение. Для чего это было придумано и какой в этом смысл вообще? Зачем это делается? Что, ну, для чего придумано было сложно сказать. Это, наверное, какие-то теологи могут, религио-веды ответить, для чего придумано. Смысл каждый свой вкладывает. Что касается истории именно момента, то Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан, священное место, там еще и иудеи свои обряды проводили. И в 30 лет как раз Иисус пришел и говорит, покрестите меня. Во время обряда снизошел Святой Дух в виде голубя, и голос с небес прозвучал, что сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Люди узрели, это чудо. И, собственно, праздник еще называется Богоявление. Второе его название. Прорубь, Иордань, святая вода, геасма. Ну, все, как мы любим. Вообще-то давняя традиция окунаться в воду в разных народах была, потому что вода, она сама собой символизирует некую чистоту. Все такие обряды с водой связаны, они бы уже были. Думаю, так оно и перешло в христианство. Поэтому, ну, надо на себе почувствовать, с правильными мыслями заходить и словами. Подумать надо о том, чего наговорил. Субтитры создавал DimaTorzok Тут больше про правильность. Чтобы на следующий год вы понимали, как это правильно. Распоминаете все грехи, где вы действительно, где вы раскаиваетесь. Принимаете их и с ними идете. Тогда, если вы идете за тем, чтобы смыть грехи, тогда они смоются. А если вы, ух, сматом, ух, ух, бля, эх, сматом-то, ух, стакан водки, о, эй, крутой я. Это не надо. Это не про то. Всех огнял, с праздником. Продолжение следует...